Пять тысяч кедров любимым чебоксарцам. Гражданин Валерий Петров решил подарить столицу Чувашии кедровую рощу. Доказано, что вечно зеленые хвойные деревья делают воздух чище. Как скоро появится в Чебоксарах настоящая кедровая роща, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Каждое утро Валерий Петров спешит сюда, к своим питомцам, маленьким капризным саженцам. Полить, подкормить, проверить, появились ли новые всходы. Забот много. Это надо делать несколько раз в день. Кедры любят влажность. Когда мы сажаем в городе, мы всем пытаемся объяснить, что чем чаще вы будете опрыскивать, не просто поливать, а именно опрыскивать хвою, тем лучше будет расти кедр. Кедры растут медленно. Долго набираются сил. Первые семена Валерий посадил в 2010 году. Засеял ровно 10 грядок. Все посаженные орешки дали всходы. И это было настоящее чудо. То есть это полезное дерево для человека. Раз. С чисто физической стороны. Это считается энергетическим деревом. Оно дает положительную энергию людям. То есть люди под этим деревом чувствуют себя лучше, у них повышается настроение, люди становятся добрее, внимательнее друг к другу. Но это хорошо, я считаю. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе было много, побольше добра, побольше вот этой чистоты какой-то. Хотелось гордиться своим городом. Не каждый город может сказать, что у него растут 5000 кедров. Когда ты живешь для других, это гораздо вкуснее жить, чем живешь для себя. Но это моя философия. Пока в разных районах столицы Чувашии растут около 1000 кедров. Весной этого года еще несколько сот хвойных саженцев переселились в город. Ребята из Чебоксарской школы номер 61 взяли шефство над трехлетними посадками. Школой терпения называют лесоводы выращивания кедра сибирского. Еще бы. На одну посадку уходит 2-3 часа. Чтобы посадить всего один саженец, необходимо перекопать участок в радиусе 3 метров от планируемой лунки. Теперь еще 15 вечно зеленых сибирских красавцев получили городскую прописку. Вика, я тебя поздравляю. Под общий аплодисменты. Плоди. Пройдет каких-то 20 лет. Ребята станут взрослыми, а посаженные ими кедры начнут плодоносить. И тогда урожай шишек смогут собирать не только их дети, но и внуки, и даже правнуки. Ведь кедры плодоносят более 200 лет. А Валерия Петрова добрым словом будет вспоминать не одно поколение чебоксарцев. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.